МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Борьба с нарушителями областного законодательства. Криминальная сводка за минувшую неделю. Задержаны подозреваемые в производстве наркотиков. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Духовщинском районе Смоленщины работает 18-я международная вахта памяти. Здесь собрались поисковики из 80 отрядов. В этом году вахту посвятили столетию со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Моресьева. В вахте памяти 2016 принимает участие и Десногорский поисковый отряд «Высота». В Смоленске подвели итоги областного фестиваля «Созвездие». В этом году его посвятили 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Фестиваль собрал 60 молодых инвалидов из разных районов области. Победители «Созвездия» станут участниками международных танцевальных олимпиад, Всероссийского фестиваля молодёжи «Я автор» и международных премий. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Материалы, наработанные специалистами Московского архитектурного института по благоустройству пляжа, набережной и лесопарковой зоны стропой здоровья, будут размещены на официальном сайте администрации. Здесь же горожане смогут их прокомментировать, высказать своё мнение и оставить пожелания. Я думаю, что горожанам работы, которые провели ребята-архитекторы, как минимум понравятся, как минимум не оставят равнодушными, поэтому всех приглашаю ознакомиться и принять участие в оценке будущего нашего города. На прошлой неделе транспортная прокуратура Смоленской области проверила городской пляж Десногорска. По результатам проверки выявлено несоответствие части отсутствия информационных материалов, по поведению людей на воде. Хотелось бы отметить, что данные материалы на них были размещены, но мандально уничтожены. Поэтому хотел обратиться к жителям нашего города, более бережно относиться к имуществу пляжа и вообще к городскому имуществу. Подготовка образовательных учреждений Десногорска к началу учебного года идёт по графику. В Смоленской области увеличилось количество заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболевших с альмонеллезом стало почти на 17% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Смоленские пограничники задержали 9 грузовиков с санкционными фруктами из Польши. Свежие яблоки, персики, сливы и вишни пытались провести ночью вдалеке от основной трассы Москва-Минск. Общий вес фруктов-нелегалов составил около 175 тонн, а предварительная стоимость задержанного товара – около 13 миллионов рублей. В Десногорске продолжается борьба с нарушителями тишины в ночное время и неправильной парковки автомобилей. Очередное заседание административной комиссии состоялось 9 августа. В этот раз на рассмотрение было представлено 20 протоколов. По статье 17.4 областного законодательства за нарушение благоустройства, в основном это неправильно припаркованные автомобили, рассмотрели 14 протоколов. По шести из них нарушители оштрафовали минимальным штрафом в 3000 рублей. А те нарушители, которые не явились для составления протокола и беседы, заплатят 4000 рублей. Напоминаем, что за нарушение парковки и других правил благоустройства предупреждений нет, а штрафы для физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей. За громкие разговоры во дворе и собственной квартире ночью, а также за любовь громко послушать музыку после 22 часов четверо меломанов теперь заплатят по 1000 рублей. На базе комплекса «Соколья гора» под Смоленском проходит очередная смена летней профориентационной школы архитектура таланта. Её участниками стали 240 ребят в возрасте от 14 до 17 лет, среди которых и 9 юных десногорцев. Все они призёры и победители Олимпиад и конкурсов разного уровня, а также члены детских общественных объединений и творческих коллективов. Работа летней школы завершится 14 августа. На баскетбольной площадке в 4-м микрорайоне Десногорска начата реконструкция. Сейчас меняется ограждение, затем будут установлены трибуны, смонтированы раздевалки и освещение. Предусмотрено и размещение судейского столика. Все работы должны быть закончены до 27 августа. О криминальной обстановке в нашем городе на минувшей неделе расскажет майор полиции Светлана Романова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возле домов 21-22-3 микрорайона сегодня ночью произошло возгорание автомобиля «Мерседес» 1997 года выпуска. Об инциденте спасателям сообщили очевидцы. Огонь был такой силы, что перекинулся настоящий рядом автомобиль «Ауди» 2007 года выпуска. В результате пожара выгорел моторный отсек «Мерседеса». Второй автомобиль также значительно пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты. Продолжаем криминальную тему. В областном центре сотрудники ГИБДД изъяли у двух местных жителей маковую соломку в крупном размере. Подробности смотрите далее. Инспекторы Драгобужского отдела ГИБДД при патрулировании поселка Верхнегипровского обратили внимание на припаркованный у обочины отечественный автомобиль, в который пассажиры загружают два мешка с неизвестным содержимым, после чего в спешке уезжают. Осмотрев место остановки автомобиля и прилегающую территорию, сотрудники обнаружили остатки растения, похожего на мак. Транспортное средство они тут же догнали и остановили. Помимо водителя, в автомобиле находились двое граждан – мужчина и женщина-местные жители. У них были изъяты мешки с подозрительным растением. Содержимое было направлено на экспертное исследование, результаты которого показали, что это наркотическое средство – маковая соломка, массой 3 килограмма – 200 грамм. Задержанных доставили в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств. Через четыре дня сотрудники ГАИ вновь заметили данное транспортное средство. При виде полицейского автомобиля водитель сразу остановился у обочины, после чего пассажир попытался выкинуть из салона мешок с растением, аналогичным изъятому ранее. Данное вещество было направлено на экспертизу. Результаты исследования показали, что подозреваемый вновь перевозил маковую соломку в крупном размере. В настоящее время в отношении двоих подозреваемых – следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Дороговушки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. И в заключении спортивные новости. Трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин провел зарядку и мастер-класс для смолян. Пообщаться с легендой российского спорта пришли не только борцы и их тренеры, но и простые сторонники здорового образа жизни. Также во время своего визита в нашу область Александр Карелин побывал в Рославле. Международный паралимпийский комитет принял решение исключить из своего состава Паралимпийский комитет России, что означает автоматическую дисквалификацию всех российских спортсменов с Паралимпиады-2016. В составе паралимпийской сборной страны есть две смолянки – дзюдоистка Олеся Степанюк и толкательница ядра Елена Горлова. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok